Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии супер-журналист, главный редактор лучшего радио Цвизильбер и известнейший израильский писатель, публицист, драматург, сценарист Марк Котлярский. Марик, добрый день! Рад приветствовать! Да, взаимно! И Циньки тоже большой привет! Да, я хочу вам предложить сегодня поговорить о наших выборах, тоже дежурная тема наших всех посиделок. Я начну с нескольких цитат. Гидуан Сар об интервью Натаньягу на 12-м телеканале. 5 тысяч смертей от коронавируса для него ничто. Либерман, для премьер-министра вакцинация – это предвыборная кампания, для нас человеческая жизнь. Беннет, выход из карантина, фейк Натаньягу, не справляется с кризисом. Вот три цитаты на ваш взгляд. Готовы ли вы согласиться именно с такой оценкой проходящей избирательной кампании? Марик, давай мы с тебя начнем сегодня. Давай. Ну, конечно, все, что ты процитировал, это было бы нормально, если бы это не было произнесено в период предвыборной кампании. То есть все, что ты процитировал – это просто типичные мессеры предвыборные, которые политик транслирует в пространство, в публичное пространство. Алло. Да, да, мы тебя слушаем. Да, просто я заструшен почему-то. Который политик транслирует в публичное пространство для того, чтобы его услышали избиратели, что вот я такой хороший, а тот, кто стоит во главе государством, причем неважно, кто это, неважно, кто стоит, то есть это мог быть и Нитаниягу, и кто угодно, и Ольмир, и Кацав, и Шимон Перес, и Амир Перес, неважно. Вот поверь мне, все эти мессеры были бы точно такими же, один к одному. Они бы ни на йоту не отличались. То есть поэтому к Нитаниягу, скажем так, да, это имеет совершенно косвенное отношение. А прямое отношение, назначение, это избиратель, к которому обращаются данные политики, да, и к каждому из которых можно вполне предъявить претензии и задав ему только один вопрос. А ты что сделал для того, чтобы, окей, там как бы глава правительства, еще кто-то там, вели себя не очень хорошо. А ты что конкретно сделал для того, чтобы компания вакцинации прошла? Я уверяю вас, что ответа не будет, потому что сказать нечего. То есть как бы, а если есть что сказать, то в основном вот швырнуть такие предвыборные лозунги. Но я понимаю, это игра, это игра, это карнавал. Каждый притворяется как может, что, так сказать, как бы, а потом, когда уже выборы пройдут, и надо будет формировать правительство, то в зависимости от конъюнктуры все эти политики, которые говорили о том, что, так сказать, бросали вот эти красивые слова, если надо будет, то и Гедонцар, и Беннетт, и все остальные, не буду даже называть их имена, пойдут спокойно в правительство Нитаньягу, сядут вместе с ним за один стол, потому что так будет того требовать конъюнктура. И все. — Цви, насколько твое мнение совпадает с мнением вот этих уважаемых политиков, кого я процитировал, ну и с мнением уважаемого Марка Котлярского, разумеется? — Ну, на самом деле тут нет однозначного ответа, что вот это черное, вот это белое. Насколько хорошо Беннеттаньяу справлялся с кризисом коронавируса? Ну, на самом деле были достижения, в частности вакцинация, мы не можем это забыть. Были, конечно, и провалы, но а кто безупречен? Посмотрите на всех мировых лидеров. Кто сегодня может сказать, вот я ввел себя безупречно с точки зрения эпидемиологической? Ну, наверное, только премьер-министр Новой Зеландии, да, может, так сказать, как ее зовут, Джасинда запамятовал. Но, естественно, это новая эпидемия, не было никаких протоколов, то есть надо было идти вслепую, на ощупь. Да, но вопрос, который ты задал, я воспринимаю с другой стороны. Вопрос на самом деле такой, насколько повестка только не Биби может быть повесткой на выборах? Потому что, в принципе, на выборах, ну, партия должна выйти с какой-то идеологией, программой, да. Только не Биби, это не идеология. И именно поэтому мы видим, что вдруг внезапно в опросах взлетела партия АВДА с мира в Михаиле. Потому что она, по крайней мере, вышла с какой-то повесткой, с какой-то идеологией, с какими-то принципами. Что касается четырех партий, которые сейчас, ну, я не знаю, которые причисляются к вот этому блоку только не Биби. Мы не видим там каких-то таких, каких-то идеологических посылов. Вот ничего, кроме только не Биби, там нет. Ну, пожалуй, еще антирелигиозная тема, да. Если мы возьмем там Инды и Ешати, то, конечно, там еще есть антирелигиозная тема, что, конечно, будет темой на этих выборах, вне всяких сомнений будет на этих выборах. Но я в этой связи хочу сказать другое, что выборы у нас 23 марта. И перед 23 марта, я надеюсь, что у нас будет уже хорошая статистика, да. Надеюсь, не с точки зрения выборов, а с точки зрения нашей страны. И как раз получится так, что где-то за 2-3 недели до выборов Бени Мини Таньяо соберет пресс-конференцию и скажет, все, гуляйте, обнимайтесь, целуйтесь, эпидемия закончилась. Ну, какие-то ограничения останутся, я думаю, ограничения будут еще с нами какие-то несколько лет. Да, и я думаю, что вакцинироваться мы будем еще несколько лет. Вот, и вы же знаете, что у избирателя память очень короткая. Вот эта новостная лента в сознании каждого избирателя, она очень ограничена. Она включает там несколько последних заголовков последних дней, да. И, естественно, рейтинги могут резко измениться в сторону Нитаньяо перед самыми выборами. Поэтому сейчас на эти опросы ориентироваться, ну, это как бы очень, можно сказать, что это очень поспешно ориентироваться сейчас на эти опросы. И опросы будут уже ближе к выборам уже после того, как Нитаньяо скажет, что мы выходим из кризиса. А это, несомненно, случится перед выборами. То есть даже просто нет сомнений. Но что касается вот этого блока, ну, он еще не блок, да, вот этих четырех партий, которые, каждый из которых позиционирует себя как возможного претендента на пост главы правительства, там, и так далее. То, на мой взгляд, эту идеологию, ну, нельзя сказать, вот, я за все хорошее и против всего плохого, да. Ну, вот нельзя это сказать. Ну, почему говорят? Ну, да, они говорят, ну, какие-то трюизмы там, но сказать, что вот я за все хорошее и против всего плохого, это недостаточно. Это еще не идеология, которая может повести за собой людей, изменить какую-то там политическую констелляцию, которая сохраняется у нас уже четверо выборов подряд. И вряд ли что-то кардинально изменится в расстановке сил. Поэтому, мне кажется, что вот эти товарищи, которые критикуют Биби за коронавирус, они еще в очень большом долгу перед избирателем, и им предстоит предоставить действительно серьезную повестку для того, чтобы действительно бросить вызов Нетаньяу со всеми его ошибками и просчетами, которые были допущены. Марк, хочу вот тебя о чем спросить. Есть такое издание замечательное, Кикар Шаббат. Там было интервью с Исраилем Бахаром, бывшим главным стратегическим советником Бенни Ганса, который делал массу опросов для него в свое время. Так вот, он там сказал, что где-то 6-7 мандатов в Израиле для избирателей крутятся на теме антирелигиозной, антиультраортодоксальной. Просто вот 6-7 мандатов лежат, если только об этом говорить. Это преподносится как некая сенсация. А есть ли в этом сенсация, на твой взгляд? Да нет в этом никакой сенсации, я не понимаю, чем он там нового сказал. То есть известно, что антирелигиозная риторика в последнее время приносит свои плоды. Она приносила плоды Лапиду, она приносит плоды Либерману. Причем такая резкая антирелигиозная, которая сейчас именно и строит свою предвыборную кампанию на антирелигиозной риторике. Что-то вроде там, мы там победим мракобесие и так далее, и так далее. То есть, ну это как бы действительно политика, это игра. Говорить о том, что как некое откровение, что 6-7 мандатов лежат в антирелигиозной плоскости, это смешно. Не знаю, кому это показалось каким-то откровением. При всем при том, это как бы была давняя, как бы там вот эта пинг-понг между партией НДИ и ШАСом. Он уже не первый год длится, да, так сказать. И приносит и той, и другой партии определенное количество голосов. Я думаю, что будет инофера то же самое. ШАС будет гнуть свою линию, кричат вот эти русские, которые привезли с собой проституток, свинину и так далее. И алкоголиков. И алкоголиков, да, так сказать. А эти будут кричать в свою очередь, что ультра-ортодокция это современный Иран. И вообще как бы мы катимся к Ирану. Хотя опять-таки ни то, ни другое к реальности не имеет никакого отношения. И то, и другое это чистейшего дыриторика, которые тем не менее действуют на мозги, так сказать, постоянно. В свое время Леонид Якубович, который ведет политики, очень хорошо сказал, что когда ему сказали, ну вот вы такой популярный. Он говорит, знаете что, если лошадь показывает по телевизору каждый день, то она тоже будет популярной. Поэтому как бы вот, если тоже все время говорить, все время, так сказать, подводить избирателя к мысли, что все беды от ультра-религиозных или все беды от русских, да. То есть как бы естественно это на определенную часть публики так называемая промывка болгов, безусловно, будет работать и приносить свои плоды. Это политическая игра. До тех пор, это я уже давно повторял, пока не будет изменена вообще сама система выборов. И мы не перейдем на мажоритарную систему до тех пор, пока не будет изменена система управления страной. До тех пор, пока не будет механизм какой-то отжива депутатов, которые не выполняют наказы избирателей, а которые, так сказать, заводятся только в собственном кармане, получая привилегии, социальные условия и живя совершенно в обнесенном рвом, в каком-то бастионе, за которым, понятно, наплевать, что происходит за пределами этого бастиона. До тех пор все эти игры будут продолжаться. Эти игры будут продолжаться и поэтому мы сегодня переживаем четвертые подряд выборы за последние два года. Это не потому, что кто-то развалил правительство, хотя и поэтому тоже. Это не потому, что кто-то не захотел сформировать удачную коалицию. Это отражение нашей ситуации, отражение кризиса управления. Это на самом деле отражение той реальности, в которой мы живем. До тех пор, пока не будет наведен порядок в системе управления, в выборной системе, в системе выборов, до тех пор вот эта вся катавасия будет продолжаться постоянно, все эти игры, одни будут наезжать на других. Совершенно верно Смико сказал, никакой конкретной программы, обратите внимание, никаких конкретных предложений, что делать по социальным вопросам, по дороговизне жизни, что делать с социальным жильем, что делать с огромным количеством безработных, которые остались на волне. Вот сейчас, кстати, Истинство национального страхования провел глобальное исследование, из которого следует, что где-то треть примерно, 30-40, от 30 до 40 процентов людей, которые будут возвращаться на рабочие места, придут на рабочие места с пониженной зарплатой. Потому что работодатель, который все это время отправил своих сотрудников в отпуск за свой счет, который терпел убытки, он будет не в состоянии платить ту же зарплату. Понимаете, что происходит? Нужен план выхода из экономики. Надо, так сказать, как бы залатать дыры, которые образовались в результате кризиса. Этого ничего нет. Нам говорят, что ребята, вот выберите меня, подпишите это письмо счастья, и всем вам будет хорошо. Не будет хорошо. Хорошо будет тогда, когда будет сменена, изменена система управления страной, которая находится в затяжном кризисе очень давно. Не Биби это начал, и не Биби, так сказать, эту систему, скажем, упрочил, скажем так. Она существует сама по себе, к сожалению, сама по себе и очень давно. И сломать ее очень трудно. Цви, хочу тебя спросить, как человека, очень хорошо знающего израильскую экономику, одного из лучших, скажем так, экспертов на русской улице по израильской экономике. Некоторые партии, ряд партий опубликовали свои экономические программы по выходу из экономического кризиса. Ты там что-то новое увидел? Или опять же, это все разговоры за все хорошее против всего плохого, и плюс старое дерьмо, только, может быть, в новой упаковке там инфраструктурные проекты, оптоволоконные технологии, пробки на дорогах и так далее. Я все-таки сначала хочу сказать пару слов по поводу твоего прошлого вопроса. Понимаете, что произошло в эту эпидемию коронавируса? То, чего не происходило никогда. Да. Резко ухудшилось отношение к ультра-ортодоксам в таких странах, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада. И это не я говорю, и не какие-то там антисемиты, и не активисты НДИ. Это говорят сами Харидим. И нам вот, я уже цитировал как-то эту статью, которая была опубликована на ультра-ортодоксальном сайте Кикар Шабад, что сразу после эпидемии нас ждет большая ультра-ортодоксальная алия из англоязычных стран. Почему это произошло? Ну, во-первых, всегда, когда происходит подобный глобальный кризис, есть рост антисемитизма. Всегда есть. Но даже в тех странах, где уровень антисемитизма невысокий, мы можем видеть, что они своим поведением вызвали определенное возмущение. Море публикаций в СМИ. И они себя вели, в общем-то, так же, как они себя вели в Израиле. В Израиле, наверное, даже более круто, игнорируя все правила, устраивая массовые сборища и так далее. И у них были чудовищные проценты заболеваемости. У них очень много трупов. Они заплатили за свою веру сполна, заплатили за свою веру гробами, или там чем-то саванами, трупами. И на сегодняшний день в Израиле происходило то же самое. Да, я не скажу, что это рост антисемитизма. Но действительно очень многих возмущает их поведение. При этом их политики, они вели очень неумную политику. Они не пытались объяснять это. Они говорили, что все это пропаганда, все это антисемитизм, все это ксенофобия, все это ненависть харидофобия, все это ненависть харидим. На самом деле у нас все хорошо делается правильно, Равин всегда прав. И страна сидела без государственного бюджета, но на Иши 800 миллионов шекелей выделили, например. Или там страна в стране 800 миллионов безработных, а министр строительства выделяет какие-то миллионы для субсидирования жилья для харидим. Миллиард. Миллиард, да. И так далее. То есть мы видим, что с одной стороны, они, в общем-то, игнорируют все правила, и для них всегда делается во всем исключение, а с другой стороны, они, в общем-то, делают свои дела и плевать хотели на всех остальных. Теперь у нас все всегда перед выборами любят говорить «единство». Руви Ривлин говорит «единство». То, что нашему народу нужно, это единство. Но, на мой взгляд, сейчас общественный запрос как раз-таки на конфронтацию. Нет сейчас общественного запроса на единство. И мы сейчас будем видеть все большую и большую конфронтацию. И именно поэтому они говорят, что есть 6-7 мандатов. Я думаю, что их реально гораздо больше. Ну, опять же, по ощущениям. Именно на конфронтацию с харидим, на поляризацию в израильском обществе. И в этом есть социальный запрос. То есть не всегда социальный запрос на единство общества. Бывает так, а бывает так. Вот сейчас, по ощущениям, социальный запрос как раз-таки на эскалацию и на раскол. По поводу того, что сказал мой коллега, я не думаю, что у нас есть какая-то проблема с системой власти. Это тоже такая демагогия, которую мы слышим очень много лет. Ну, давайте перейдем на президентское правление. Мы тогда избавимся от каких-то своих проблем и переймем проблемы другого больного человека. Из одной постели вылезем и влезем в другую больную постель. Потому что страны, в которых президентская система, говорят, ой, нам надо перейти на парламентскую. Страны, в которых... То есть я считаю, что у нас есть проблемы с бюрократией. Есть с забюрократизированностью, с этим невозможным государственным сектором. И есть куча всяких проблем. Но когда у нас правящая партия говорит о том, что у нас есть проблемы с системой власти, это означает, что они в очередной раз наезжают на юридического советника правительства, на судей, на полицию и так далее. И они показывают, что вот мы хорошие, но у нас есть некая прослойка чиновников и юридических советников, которые нам мешают. Вот мы хотим дать денег, а они не разрешают. Вот мы хотим сделать то-то, аннексировать, а они не разрешают и так далее. И на мой взгляд, проблема не в этом. Проблема не в системе власти. Проблема в другом. Проблема, конечно, в том, что системно мы не были готовы к такому кризису. Безусловно. Безусловно не были готовы. Ну а кто был готов? Как мы будем из него выходить, тоже никто не знает. Потому что Международный валютный фонд, например, говорит, что все страны, все страны, которые основаны на либеральной западной экономике, они будут выплачивать эти долги, ну, сто лет, да, очень долгое время. Они говорят, что приучайтесь жить с огромным бюджетным дефицитом, потому что альтернативы не будет. И на сегодняшний день, конечно же, нужны субсидии в экономику. И это делают все страны. И это, несомненно, будет делаться у нас. Но не в таком виде, как мы видим предвыборную экономику, которую нам представляют Вениамин Итаняо и Сраиль Кац, которые набрали всего понемножку, смешали вот такой вот салат, часть реформ, которые вообще никогда не произойдут, например, пенсии для предпринимателей, да, часть реформ, которые уже сделаны, которые уже проплачены, часть реформ, которые только находятся на каком-то законодательном уровне, в общем, все они вот так вот смешали в кучу. И все это должно произвести хорошее впечатление. Но, опять же, мы можем обсудить там по пунктам какие-то экономические программы других партий, но я говорю, что никто не знает, как мы будем выходить из этого кризиса. Никто не знает, как быстро будут возвращаться рабочие места. Никто не знает, в каком виде будут разные отрасли. Как скоро сможет восстановиться туризм. Как скоро может восстановиться сфера, там, не знаю, кафе и ресторанов. Или они перейдут работать в режиме кейтеринга. Не захотят снимать дорогие помещения в каких-то таких бойких местах. А вместо этого будут улучшаться систему доставки. То есть никто не понимает, такого кризиса не было раньше. И поэтому сегодня все вот эти программы выхода из кризиса, это, по большому счету, тоже предвыборная экономика. То же самое, что делают Биби и Исраиль Кац. Пытаются делать их оппоненты. И на самом деле я бы сейчас не относился слишком серьезно ко всем этим программам. Спасибо, Марк. Спасибо огромное. Как всегда, было очень интересно, здорово и полемично. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова